Недленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за этот прекрасный, солнечный, праздничный день, день, когда мы вспоминаем воскресенье нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за мир, который Ты даруешь, благодарю за благоденствие, благодать, за возможность прийти в Дом Твой, благодарю Тебя за Слово Твое, которое напоминает нам, чтобы мы всегда помнили Иисуса Христа, воскресшего за нас. Господи, благодарю Вам за Дом молитвы, это святое место, куда мы приходим и в этот час мы просим Твоего благословения на предстоящие служения. Благослови всю программу служения, благослови братьев, говорящих Слово, помоги сказать Слово в силе Духа Святого, благослови наших деток, всю программу детскую, благослови в тихотворениях, в пениях, помоги прославить Тебя, Господь. Благослови всех присутствующих, мы нуждаемся в Твоем присутствии, и просим, чтобы Ты открыл наши сердца и осветил, и помог нам выйти из Дома молитвы в конце служения с сердцами полными Твоего Слова, Господь. Благослови нас, благослови тех, кто не мог быть вместе с нами по причине болезни и старости, посети и таковых. Господи, Тебя просим, у Тебя просим благословения и Твоего присутствия, будь Ты прославлен в этом служении и во все дни жизни нашей, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Общим пением берем 631 номер «Высшее небо под небесами». Песня «Высшее небо под небесами» Слово льется бенье, Господь ухваленье, Ангелы поют на равнии, Даже сдувающей в море. Песня «Высшее небо под небесами» 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 Под лицей термом, предковцом суровым, Средь и пласть их нас светает, И страдать за мир дает. Бойте Богу славы, воскресайте дружно Господу земли, Бойте Богу славы, бойте Господу земли, Он разрушил путь светленья, и воскресень третий, и рано на рассвете, Бойте Богу славы, воскресайте дружно Господу земли, Бойте Богу славы, бойте Господу земли, Дорогие братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь, Сегодня у нас детская программа, детский форт, И батья по одним настал, а мне сын головы в голову встал. Нет его в голову, дел, он воскрес, Это воистину чудо из чудес, Он нам дал воскресенье в дах, Славьте Его и всех, кто магнит, в восторг. Песню хвалы, злоденческий уст, С радостью примет Спаситель Иисус, Богопиятен, детский мухох, Петер Зармену к себе на фаволах, Славы и лет, с радостью и сестра, Он возлюбил и себя, и меня, аминь. 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 Поздравляем вас с праздником Пасхи! Поздравляем вас с праздником Пасхи! Пасхи! Поздравляем вас с праздником 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 Пасхи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 И в моих концах дней Бои отца твой ведет. Аминь. Христос воскрес, Христос воскрес, Встречать Его спешите. Урова есть некий небес, Встречают сон унылым. Небес в небе Христос воскрес, Разрушив враг могилы. Христос воскрес, Для христианин слов дороже, Выше Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Чего он добился сам. Марина, Далине, Подроби всем ученикам, Светлась не почем снына. Христос воскрес, Христос воскрес, Для христианин слов дороже, Выше Христос воскрес, 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 Дорогие братья и сестры, дорогие односельчане, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос анвиат! Я поздравляю вас с этим чудесным, радостным, светлым праздником Христового воскресения. И желаю вам Божьего присутствия в вашей жизни. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете, слушая детей, как-то в сознании отмотал примерно на 60 лет тому назад, а то и более. И вспомнил себя среди детей. Помню, что у нас была такая декламация цветочков. Я был Васильком там. И слова мои, Василек, то ли синие глазы, то ли длиннолицые. Я не помню, но важно то, что я среди цветков прославлял Иисуса Христа воскрес! Поэтому сегодня дети замечательную программу подготовили. И я вижу большой потенциал и в белцах, и в проповедниках. Это будущее церкви в Стамзорке. Я искренне желаю вам действительно особого Божьего благословения, чтобы этот светильник, который Господь зажег здесь в селе, он продолжал гореть. И радость воскресения Иисуса Христа вы передали еще многими-многим людям. Мужи израильские, Выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете, всего по определенному совету и предвидению Божьему преданного вы взяли и пригвоздил руками беззаконных убили. И что очень важно, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Которые, услышав весть о воскресении своего учителя, сказали, «Такого быть не может». Помните, Мария, Магдалина, пришла к ним и находит их какими? Плачущими и рыдающими. Марка 16, 11 написано, «Они, услышав, что он жив и что она видела его, но не поверьте, весь мир сегодня верит этой вести. В какой-то мере верит. Но если сравнить восприятие этой вести тогда и сегодня, то мне кажется, что у многих людей пропала вот эта острота восприятия. Пройдите сегодня по улицам с трусом и спросите или скажите «Христос воскрес!» В ответ вы обязательно услышите «Поистину воскрес!» Скажите это на молдавском языке, и услышите в ответ «Тоже на молдавском языке!» То есть подтверждение, что Христос воскрес! В тот день, когда Петр проповедовал и говорил о воскресении Иисуса Христа, от слов Петра присоединилась к церкви или покаялась, или обратилась к Господу Иисусу Христу около трех тысяч. А сегодня вот эта весть звучит на улице. Ну как приветствие, ну как здравствуйте, если хотите. Храни нас Господь от обыденности, от привычки, потому что это особая весть. Не только наши уста, но и наши сердца должны участвовать в этом, когда мы говорим или слышим о воскресении Христа. Это событие настолько неординарное. Праздник воскресения Христова, она прямо пропорциональна нашему состоянию в Страстную неделю. Какими мы были в Страстную неделю? Как мы наблюдали из Писания те события, которые были связаны с Господом Иисусом Христовым? Большинство событий на той неделе это были связаны именно со страданиями Иисуса Христа, какие события и что было на этой неделе, на этой Страстной неделе. Вы знаете, ну, просто это нужно видеть. Многие события носили знаковый характер последнего времени. Это время, в котором мы живем, накладывает свой отпечаток и на нас с вами, на христиан, которые верят в воскресение Иисуса Христа, которые следуют за Господом Христом. Я заметил в журнале «Братский вестник» от 1945 года. Это было 79 лет тому назад, когда только заканчивалась война, совсем немного в живых осталось из тех, кто пережил ее. Я попытался узнать, есть ли в Стурзовке такие люди, но оказывается, во всей Молдове их всего осталось 54 человек, и только шесть человек живут в Кишиневе. Те, кто пережил Великую Отечественную войну. Так вот, в том журнале напечатано и в проповедях, и в статьях, и даже в стихах сквозила вот эта Великая Отечественная война. Вот в такой же ситуации находимся и мы сегодня. Никто не может, да и не вправе делать это, делать вид, что ничего не происходит. В Молдове есть беженцы откуда? Из России, из Украины люди от чего-то бегут. Это уже трагедия. Да по всему миру их миллион. Как и в годы той войны люди ловят информацию по телевидению, в интернете, из различных городов и сел Украины, из Израиля, из Палестины. И все пропитано нашими переживаниями. Люди об этом только думают, об этом говорят. Но страстной неделе называют ту неделю не потому, что на этой неделе в очередной раз звучали взрывы от ракет во Любови, Одессе, Харькове, Николае и Львове. Нет, нет. Да, там льется кровь, льются слезы. Да, там точно в эти дни погибли люди. У кого-то разрушены дома. Страстной неделе называют не потому, что в Израиле все еще продолжается война, что многих из заложников так и не удалось освободить, а некоторые даже не могут найти те, кто брал их в заложнику. Но страстной ее называют только потому, что именно в такую же неделю страдал Христос. На первый план выходит то, что произошло более 20 веков тому назад. И проповеди об этом не смолкают. И не смолкнут. Никогда. Не ставя страницы Священного Писания в эту страстную неделю перед нами проносились картины последних дней земной жизни Иисуса Христа. Вот Иисус направляет свои стопы в Иерусалим и знает, что там его ждет Голгофский крест. Он говорит об этом своим ученикам, но они его так и не поняли. Вот он торжественно входит в Иерусалим. Ему воздают славу как царю. И при этом он плачет, так как знает, что ждет этот Иерусалим, что ждет этих людей, весь город и живущих в ней, потому что они не узнали времени своего посещения. Об этом мы сложили неделю тому назад. Вот Иисус в храме выгонял продающих и покупающих. И его слова, они записаны в Луки 19, 16. Домом молитвы налечется. А вы сделали его вертикал разбойник. Вот Иисус в Десиманском саду. Он страдает. А перед этим поцелуй Иуды. Жжет сердце Иисуса. Но он называет его Лукем. Друга. Друг. Не целование ты предаешь. Вот Иисус, в доме первого священника, над ним издеваются, его бьют, смеются. На голову его возлагает терновый венец. Вот он слышит голос толпы. Распни, распни его. Голоса ему добой были известны и знакомы. Потому что многих из них он слышал несколько дней тому назад. И они тогда говорили, Асана, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев. Вот и получи над ним. Без сожаления, смеясь, они убивают гвозди в руки и ноги, распиная его. А Иисус в это время за них молится. Луки 23, глава 34, стих написано. Слова его молитвы. Отче, отче, прости, ибо не знают, что делают. Евангелие никогда не будет полным, если рассказывать только о воскресении Иисуса Христа из мертвых, но при этом умолчать о страданиях и смерти Иисуса Христа на кресте. Поэтому первую проповедь, прозвучавшую из уст апостола Петра, считают образцовой. Во всех учебных заведениях, где учат проповедовать, эту проповедь ставят в пример. Потому что в этой проповеди есть и то, и другое. Есть раскрыто о страданиях Иисуса Христа. И есть радость от того, что Бог воскресил ее из мертвых. И успех проповеди Петра был не в его красноречии. Она не бескрела яркими примерами, такими, как убили Грэма или Виктора Агама. Нет. Просто говорил ее человек, убежденный в том, о чем он говорил. И это всегда заметно. Когда человек убежденный, когда он пережил, когда он знает, что говорит, ему и верит. Петр очень хорошо понимал, кому он говорит. И он был тем, кто мог сказать, что и он предавал Иисуса, что и он сомневался в нем, и что ему стыдно за себя. Но теперь уверен во Христе, потому что поверил, написал ему Писание. Иоанн написал, как бы извиняясь. Иоанна 12, 2 глава, 2 стих, написано следующее. Когда же воскрес Иисус из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию. На трех моментах хотел бы остановиться из того текста, который мы прочитали, из той проповеди, что сказал Петр. Хочу буквально на трех коротких моментах остановиться. Во-первых, причина неверия многих людей – это их искренний ошибок. Оказывается, ошибаться можно тоже искренне. Петр напомнил однажды людям, как сильно они ошибались, отвергая Иисуса. 1 Петра, 2 глава, 4 стих, приступая к Нему, то есть к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Так вот, в данной проповеди Петр, обращаясь к Иудею, говорит о Иисусе из Назарета. Мужики израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями. Из Назарета может быть, что доброе. Это было не только мнением Нафанаила. Вы помните, когда он увидел человека, идущего, он сказал, вот человеку, которому нет лухарства. Знаете, из Назарета, это уже было устоявшееся мнение всего народа. Из Назарета может ли быть что-то доброе? Это, живя в Грузии и работая там целый год, познакомился с одним из народностей. То есть, народность Грузии, это Сванетия, Сваны, которые живут вот в этой части Грузии, они это один из самых высокогорных районов Грузии. Но люди там проживающие, они отличаются от обычных Грузий. Ну, не только внешностью, не только диалектом, но и жестким своим характером. Их откровенно в Грузии невзлюбили и не любят. И они говорят как-то не очень рестно. Ходят различные слухи. Традиционно это конфликтные люди с Ваной. Когда в Палестине речь заходила о Назарете, то люди сразу воспринимали это сквозь призму того, что они знают о Назарете, о той местности. Да и впоследствии апостолу гнали, называя его их представителями какой ереси? Назарейской ереси. О Христе судили и затем о его последователях, также учитывая годами сложившиеся мнения о Назарете. Как горько они ошибались. И в одном, и в другом случае. Возможно, что кто-то в вашем поселке судит о воскресшем Христе не только потому, что он слышит, а потому, что он знает о людях, которые посещают этот дом молитвы. Те христиане, которые снимают маски благочестия, как только выйдут за территорию церкви, рискуют вот так вот засвидетельствовать в кавычках о воскресшем Христе, что неверующие и не знающие в Боге никогда не захотят прийти в дом Божий, чтобы слушать, чтобы прослушать Слово Божие. Я не говорю, что массы не нужно снимать. Я говорю, что их вообще не нужно иметь. В любом случае не нужно вести какую-то двойную жизнь. Такая жизнь обязательно рано или поздно приведет к соблазну кого-то изглазил. В Евангелии от Бога Иисус записаны слова Иисуса 17.1 сказал также Иисус ученикам невозможно не прийти соблазну, но горе тому через кого они приходят. Если ты, дорогой стурзовчанин, увидел перед собой так называемого христианина, а тот, мягко говоря, в жизни не совсем на своем месте или совсем не на своем месте и слово свое не держит, и нечист в своих действиях, и коварен, и сквернословен, одним словом, в духовном смысле он как будто грузинский свамп, то не спеши судить о воскресшем в Христе по такому человеку. Ты можешь горько ошибиться, ты можешь отвергнуть истину, только потому, что знаешь о людях, которые эту истину знают. Более того, скажу вам, что перед Петром были иудеи, которые были убеждены, что спасение от Бога только для них, для иудеев, они в святостиле традиции кивая, кивая на своих родителей, как это похоже на нашу маленькую христианскую страну. В нашей маленькой стране 97,5% называют себя христианами. Называют себя христианами, носят имя Христа, но многие из них живого Христа так и не знают. Именно этим иудеям Петр напоминает о чудесах Иисуса Христа, как и сами знаете о чем, о том, что совершил Христос здесь на земле, как же можно было проигнорировать свидетельство самого Неба. Никодим, пришедший к Иисусу ночью, сказал, и записано Иоанна 3, глава 2, стих, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, и вот таких чудес, какие ты творишь. Никто не может творить, если с Ним не будет Бог. Люди хотят видеть доказательства воскресения Христа в моей жизни. Если Бог изменил меня, то, стало быть, и есть Бог. Точно так же по отношению каждого из нас люди хотят видеть в нас Христа, в твоей и моей жизни, чтобы со Мною всегда был Бог. Если они не видят в нашей жизни проявлений воскресшего Христа, наше свидетельство о Христе не будет иметь той силы, которую должна иметь. Вот откуда ошибки. Люди видят нашу жизнь и отвергают Христа имя, которое он носит. Второе, могу предположить, что не только горечь от своей ошибки испытали израильтяне, слушая Петра, может быть, кто-то из них и подумал, хорошо то, что хорошо кончается. Воскрес значит исправлена чья хороши. Но Петр в своей проповеди сказал фразу, от которой всем стало не по себе. Он в резкой форме обвинил всех присутствующих. Вы, вы убили Христа, пригвоздил его ко кресту руками беззаконно. Чувство вины, вот что отрезвляет человека избавиться от которой хотел бы каждый. Понтий Пилат, который был прокуратором иудеи, и он подписал приговор Христу согласно одной исторической версии до дня своей смерти, а вернее до дня своего самоубийства он непрестанно умывал руки, потому что на них все время появлялась кровь. Полагаю, что это совесть говорила Пилату. Чувство вины не покидало его. Ему казалось, что это кровь Иисуса Христа, в невиновности которого он был убежден. Он искал возможности отпустить. Чувство вины за предательство своего Учителя привело и к печальному концу. Иуду и Скориоте. Матвея 27, глава 4, 5 стих написано «Согрешил я, предав храму невинную и бросил в храме серебряники. Он вышел, пошел и удавился». Но не нужно сегодня искать убийцу Иисуса Христа. Их, собственно, не трудно найти. Их не трудно найти. Они везде. Они есть и в этом зале. Один из них перед вами сейчас. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих написано «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Петр в своем послании написал 1 Петра 2,24 «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его выислили». Мужи израильские, так он обращался к народу, хотелось бы сказать, мужи стульзовские, выслушайте слова си Иисуса Назарея, мы с вами убили, мы с вами, и твой, и мой грех причастны к тому, что он умер на кресте. Тысячи людей на том празднике, на котором проповедовал апостол Петр. «Спаси». Это записано в Деяне, вторая глава, 37-38 стихи. «А что нам делать, мужи и братья?» Петр уже сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. В самый раз спросите и нам, «А что нам делать, мужи и братья?» Миллионы людей мучатся от внутреннего разлада, от неудовлетворенности, от чувства вины, от греха. Как избавиться от сердечно гнетущего греховного состояния? Умыть руки это не поможет. Нет, конечно. Священное Писание говорит, что только одним путем покаяться перед воскресшим греховного состояния каких-то путей нет. Да и не получится, как бы мы ни старались. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вы задаете какой-то вопрос, такой конкретно, что нам делать, то ответ один, покаяйтесь и веруйте в Иван. В книге Иеремии, 2 глава, 23 стих написано, «Посему хотя бы ты умылся в мир и много употребил на себя щелоку, нечестье твое отмечено пред тобой, говорит Господь». А Павел пишет, 2 Коринфянам, 2 глава, 14-15 стихи, «Благодарение Богу, который всегда дает тожжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христову благоухание Богу спасаемых и погибающих». Посмотрите на разницу между грешным человеком и человеком прощенным Богом. Даже чистый тело грешник ощущает себя грязным, нечестивым и виновным перед людьми и перед Богом. В то же время, как прощенный написано, благоухает. Нам приятно встречать людей, которые благоухают. Нам приятно с ними общаться. И вот если в жизни нашей мы благоухаем, то есть мы передаем вот эту добрую весть о Христе, нас принимают по другу, если они видят именно вот это торжество во Христе. И третье, и третье, на чем мы коротко остановимся в проповеди, Петра, озвучала очень важная весть. Воскресил Христа Бог. Бог, который и Он дал Сыну Своего. Иоанна 3,16 знают многие на Иисусе. Даже дети, которые сейчас в этом зале, они знают, что написано Иоанна 3,16. Бог, которому можно было поразить и предать его на мучение. Это мы знаем, потому что каждый раз на живых прорывания слышим из Е и Исаия, 53 глава, 10 стих, что Богу, Отцу было угодно поразить его. Этот же Бог воскресил его измеряно прочтет и стих, который мы с вами прочитали. Сказал Петр об этом так уверенно, как свидетель он помнил, как весь застал и разблок всех учеников Иисуса Христа. Тогда, когда они были разбиты трагедии, распятия и смерти Иисуса Христа, слова женщин, возвратившихся от гроба, показались им пустыми, то есть насмешкой, неуместной шуткой, и они не поверили, даже будучи свидетелями, свидетелями воскрешения Лазаря, будучи свидетелями еще многих, многих других чудес, не поверили в вести воскресения Христа, за что сам Христос укорял их, упрекал их, Марка 16, написано, упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. Слушающие Петра и людей уловили в Его словах, что все эти события были не случайностью и не попыткой человека исправить самостоятельно свои ошибки. Это был План Божий, который был прежде создания мира и был осуществлен. Иисус Христос стал пасхальным ангнцем, который принес Себя жертву, чтобы спасти человечество от мира. И этот План в полной мере относится ко мне и каждому из нас в этом зарпе. Чтобы спасти нас, чтобы мы были благоухающими во Христе Иисусе. И все это было по предвидению, по замыслу Божьему. Был ли такой исход предсказан как смерть и воскресенье? Однозначно да. Апостол Павел в первом послании к Коринфинам 15-й глава, который мы всегда читаем на Пасху, всегда провозглашая и говорим, написано «Ибо я первоначально преподал вам что и сам принял то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. То есть это был план, об этом было написано раньше, и это осуществилось и очень благодаря Богу за этот план. Иисус сам говорил неоднократно о том, что Ему надо жить, во-первых, пострадать, затем умереть, а потом воскреснуть в третий день. Но ученики не понимали, у них были другие ожидания, они думали о том, что их Родина станет такой свободной, и кандидатура на царя уже была. И сегодня многие пытаются понять, как же это могло произойти. Вот если бы кто-то разложил бы нам заранее, на компьютере, весь алгоритм, реформу, всего происходящего, думают люди, рационально понять, как это случилось, как умер Христос. И как Он воскрес рационально, без участия Бога невозможно. Это однозначно чудо. Никто никогда не сможет нам, грамотным людям 21 века, объяснить ни физически, ни химически, ни иные какие-либо процессы, которые сопровождали в момент воскресения. этот факт принимается верой, тем более, что речь идет не о человеческом умении или знании, а о могущественной силе Бога. Даже смерти невозможно было удержать. И сказал, и стало так. Так было в дни, в дни сотворения мира, так было и в момент воскресения Христа. Так будет, когда Он, когда Он и Моё, и Твоё тело воскресит для вечной жизни. 1 Коринфянам 6.14 Апостол Павел говорит, Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. Но послушай, послушай, дорогой англосимчаник, это не безусловно. Есть определенные условия. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Каждому из нас хочу задать эти вопросы в полной мере от нас ко мне и каждому из нас. Первый вопрос. Прекрасный, радостный этот праздник Пасхи. Является ли он моим и твоим праздником? Я знаю точно, что это мой праздник, а знаешь ли ты, что это твой праздник? Потому что Пасха наша, Христос заплан за нас. Поверил ли Иисуса Христа? Твоя ли это Пасха? Христос умер на Христе за каждого живущего на земле, но только верующий во Христа наследует спасение. Второй вопрос. Является ли воскресший Христос твоим Господом и Спасителем? Является ли? Имеешь ли ты удостоверение о Бог говорит Духу нашему, Дух Святой, живущий в нас, говорит Духу нашему, что мы спасены? Что мы Христом? Является ли воскресший Христос твоим Господом? Третий вопрос. Принял ли ты верой добрую весть о воскресении Христа? Или достаточно для тебя только Слов Христос воскрес его истинно воскрес? Четвертый вопрос. Поет ли твоя душа? Пославляя Бога за воскресение из мертвых Сына Божьего. Ответы на все эти вопросы являются базовыми для лично моего и твоего спасения. Апостол Павел предложил тест людям и было бы неплохо нам самим пройти какой-то определенный тест. Римлянам 10 глава 9-й 10-й стих написано так ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем веровать что Бог воскресил и возьмет то спасешься. Потому что сердцем верует правильность а устами исповедует для спасения. Проверим же себя дорогие братья и сестры и если мы проверим не находим что мы достаточно верим или недостаточно исповедуем Иисуса Господу и Спасителем мы можем обратиться и Господь верит своим обещаниям Он тут же простит тебя и назовет тебя своим другом Он назовет тебя спасенным Он сделает тебя таким и этот праздник Пасхи будет новым отсчетом в твоей жизни человека спросили сколько тебе лет и он ответил 13 на вид он был уже пожилым и ответ его удивил многих но он говорит я отсчитываю время только с момента своего покаяния только тогда я начал жить когда я поверил Иисуса Христа и Иисус Христос сделал мою жизнь иной иной это жизнь с избытком жизнь со смыслом жизни с определенным смыслом жизни я живу сегодня для воскресшего и во славу воскресшего Иисуса Христа да поможет Бог нам сегодня действительно осознать что воскресение Иисуса Христа это особый праздник для нашей души и он является особым праздником потому что Христос жив Христос жив некоторые люди зная о Христе живут так как будто он но он жив и вот живой Иисус Христос ожидает от нас обращения к Нему и вера особой веры да поможет нам Господь прийти к Нему и пославить Его в наших сердцах Аминь Христос Христос воскрес Христос истину воскрес слава Тебе мой дорогой Господь за такую радость и ибо Ты пришел на эту землю чтобы выполнить миссию и страдал Ты был мучен Ты хранил Свою святую кровь Ты для Тебя дорога каждая душа Ты ждешь каждого чтобы пришли к Тебе покаялись в своих грехах и приняли Тебя как своего спасителя слава Тебе мой Господь за все Боже так много сделал для для человечества Ты показал свою истинную любовь Ты мой Бог Ты Святой Боже дорогой помоги нам всем осознать как велика Твоя миссия как Ты чудесен как благ ибо Ты мой Бог Ты выполнил подвиг Ты отдал Себя чтобы мы имели спасение Аллилуйя Тебе слава и мой Господь Ты подарил нам такую великую радость что мы имеем меру надежду Тебя Боже помоги чтобы тот час когда Ты придешь или когда я пристану перед Тобой чтобы я имела тоже надежду на то что я с Тобой что я Твоё дитя Боже я так благодарна Тебе за всё за Твои благослови на всю дальнейшую жизнь чтобы они никогда не отреклись от Тебя а чтобы шли только славили и радовались вместе с Тобой Ты будь прославленный дорогой Иисус слава Тебе во Вести веков Аминь Аминь Иисус слава любящий отец сердечно благодарю за ухо жизни за этот путь Господь красный мирный тихий и Ты Господи нас не только не оставляй без милости Своей Ты поддерживаешь Ты Господи нас любишь потому что Ты Сына Господа нас не что из сверху вот за все что страдало так издевались сладких гостей это за меня я за всем благодарю Богу благодарю что Ты посредь помоги нам Господи всегда быть с Тобой я благодарю что Ты молодец мне дай мою сердце посредь помоги слушать вы как не целый последний день я так благостанно рада Господи за эти детей как Ты Господи смотришь на гостей я благодарю Господи тебе честь поддавать подпитать твой нас я Я благодарю за вслужение, я благодарю за граждан, который трудится над Ним, Богослови, пусть он будет всегда с Ним, Соколай, Больше и больше сил, вовремя, визитет с Ним, Дабы, моли, Господь, всегда поддерживай силы, Будь один, очень здоровый наш друг, Берегите, и тот старый, помоги нам, Господи, Да, 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 семья, служение, слава, Господь, И вот ты наш творец, и Бог, хвала тебе, Бог мой, И оставь даже много снови, этих деток, чтобы мы были, Быть, как отца, с тобою, а также всех, Господи, Который занимается с Нимищем, благослови, пусть, Богослови, пусть, слава, и сердце, и здоровье, За все слава тебе, и вот ты достойна, А та, что украинку не осталась, ты знаешь, Бог, Что захватывает, Господи, всю Одессу, Ты, Господи, всю Нимищем, ты знаешь, что там Тебя радует, И вновремя еще приведи, за Тебя молитву, И вот знай, что Тебя пройдет, Бог у нас, Слава Богу, иди, обидь на нас. Господь наш, и Бог наш, мы сердечно благодарны Тебя За этот чудный праздник, праздник воскресения Сына. Мы благодарны Тебя, что силою воскресило, Что воскресило, Господи, и этой же силой Ты действуешь в нашей жизни. Господи, Ты делаешь нас в ухане, Когда мы распространяем эту добрую вещь другим людям. Господи, мы благодарны Тебе, что в будущем в этой церкви есть, Потому что от Тей, Господь, У вас двиг так много здесь людей, Которые знают о Тебе и следуют за Тобой. Отсюда я благодарен Тебе, за этих маленьких детей. Господи, мы благодарны за тех, кто живет со мной с ними, Кто помогает в их сердце, за эту добрую весть. Господи, я прошу Тебя, чтобы никто из этих детей В жизни своей не скользнул ни влево, ни вправо в сторону века. Господь, наследовал за Тобой. Прошу Тебя, благослови, Господь, и их семьи, и благослови, Родители и благослови. И помоги, Господь, всем нам, Быть добрыми свидетелями своими о Твоем воскресенье. Благодарим Тебя, Господь, и за это служение, И за то, что Ты через Слово Твоё проговорил, И спрашиваешь, и говоришь, А уверенность, Господи, А уверенность наша, она сдерживается не на наших чувствах, Не на наших эмоциях, а на Твоем обетовании. Ты обещал, что приходящего к Тебе Ты не избонишь. Господи, что всякий, кто обратился к Тебе, будет спасен. Господи, эти обетования, они не приложены. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Слово Твое учит нас Господь. Как нам жить, ожидая Тебя? Ибо Ты скоро придешь. Благодарю Тебя за эту церковь, Свою эту церковь, Свою все сирене, Господи, Оно так близко моему сердцу, Потому что здесь прошла моя молодость и юношество. Господи, именно здесь, Господь, Ты позволил услышать впервые на Тебе. Господь, благодарю Тебя сердечно. Прошу благослужителей этой церкви, Чтобы они в страхе и вебели шли за Тобою, И вели на Бог, и учили таким образом, Чтобы весь народ был в ожидании Твоего скорого пришествия. Слава Тебе, нашему Богу, за все. Судно за это, брат, во имя Иисуса Христа, Обращаемся к Тебе сейчас. Наш Бог. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 На кресте страдая, наше все грехи простил. Умер в страшных он мучениях, но на третий день воскрес. Эту истину святую нам послал Отец Небесный. Знаешь ли ты, что могила Христа с давних времен и поныне в уста? Знаешь ли ты, что Спаситель воскрес, что Он живой на нас смотрит с Небес? С неба течет благодать и река, время еще остается пока, чтобы поклониться в любовь и в моление, чтобы души получить возрождение, чтобы греховной жизнью не жить, чтобы о бедах и о горе забыть. Ведь воскресенье — великая сила, ведь его смерть нашу смерть победила. Сила Голгофской крови навсегда двери открыла нам всем небеса. Жертву Иисуса лишь надо принять и свое сердце Иисусу отдать. Перед Всевышним в молитве склониться, чтобы свой путь у Голгофа начать. Маминь. Перед Всевышний в молитве склониться, чтобы сплавить. Да. Перед Всевышний в молитве склониться, чтобы свою сырина снова готовила. Воскресенье Правил утро птички, маленькие птички, Звонка пели песню «Иисус воскрес!» Он поистину воскрес! Он поистину воскрес! Солнышко сияет, ясно и сияет, Радуются люди, Иисус воскрес! Он поистину воскрес! Он поистину воскрес! Христос воскрес! Он царь миров, Царей могучих повелитель! Он весь смирение, весь любовь, За грешный мир святую кровь Пролил, как ангел искупитель! Христос воскрес! Он людям дал завет святого всепрощения! Он падшим милость даровал, И за святые убеждения велел страдать, Как сам страдал! Христос воскрес! Он возвестил, Что на земле все люди братья! Он мир любовью обновил! Он на кресте врагов простил, И нам открыл свои объятья! Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть эти радостные звуки, Как пенья ангелов с небес, Рассеют злобу, скорби, муки, Соединим все братские руки, Обнимем всех! Христос воскрес! Оленя... Христос воскрес! Христос воскрес! Так вечное начало! К греху и смерти предрех лаконец! Чтоб смертью, У смерти вырвать жало, У ада отобрал его венец. Христос воскрес! Победа завершилась! И сердце страха вытернуть клинок, Лидит в крови, Что за креста пролилась, Терновый победителя венок! Христос воскрес, Он будет жить навечно. На троне, восседая в небесах, Ему во славу гимны бесконечны, Как капли меда сладкий на устах. Христос воскрес, великое знамение, Бог отдал им в жертву Сына Своего. И веруя Христову на воскресенье, воскреснем мы по милости Его. Христос воскрес, природа развечает, Христос воскрес доносится с небес. Душа, что лишь на Бога уповает, Вликуй Христос воистину воскрес. Аминь. Аминь. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Ах, не сможешь за мой грех, да распять себя. Иисуса кровь тогда сокристалилась, Битва ада и добра за меня велась. Вот кому принадлежит вся любовь моя воскресшему Христу, Вся жизнь моя. Да прославить Тебе все за победу на Христе. За Твою святую жертву, за любовь Твою ко мне. Аминь. Слышите все люди, историю роду, О воскресении Бога, Христос Векима. Ведь Он воскрес измертый, и с нами навсегда, Уже не будет распять, а больше никогда. Воскрес великий Бог наш, и с которой Он взял надежду воскресения, и надежды Он давал. Аминь. Продолжение следует... Почему весна такая чудная с изумрудной росписью небес? Почему душа восторгом чудная, Он воскрес, крикуйте, Он воскрес! Почему душа восторгом чудная, Он воскрес, крикуйте, Он воскрес! Продолжение следует... Продолжение следует... Аминь! Слава Богу! Продолжение следует... Иоанна, 11 глава, 25 и 26 стихи читаем... Иисус сказал ей, Я есмь воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Аминь! Пожалуйста, займите места. Это действительно прекрасный, светлый, радостный праздник воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И Василий Михайлович, в свою очередь, вспомнил то, как когда-то в детстве вот это служение совершалось детское, где каждый имел особый стишок с определенным таким цветком. И каждый из нас может вспомнить свою историю, свое служение. Это особые такие моменты трепетные. Я вспомнил тоже момент из детства, когда утром мы поднимались, утром 4 часа и шли сюда. И вы знаете, чем не похожа сегодняшняя Пасха с той Пасхой нашего детства, его поколение еще старше, а именно тем, что сегодня мы просыпаемся и мы, выходя на улицу, мы вдыхаем чистый свежий воздух. Я помню, насколько было в Пасху, в ночь пасхальную, вот этот кислород, этот воздух, он загрязнен вот этим дымом, едким дымом сожженных покрышек резиновых. И я помню, что только наша Магалата, она имела 150 этих покрышек, огромных, больших, которых нужно было за ночь пасхальную сжечь. А это по всему селу каждый сжег вот эти резиновые покрышки. Каждый по-своему праздновал, и утром приходили молодежь мира сего, утром приходило двое, все такие черные, чумазые, грязные, но радостные, что они празднули. У нас по-иному мы празднуем дети Божьи с раннего утра, приходят до молитвы, подобно женам мироносецам, чтобы возвестить, чтобы порадоваться вместе о том, что наш Господь Иисус Христос воскрес. Слава нашему Господу за то, что мы имеем эту радость. И эта радость не проходящая, не земная, плотская, а радость, она особая. Особая радость, которая дает нам надежду на встречу с нашим Господом. Воскресение Иисуса Христа это исторический факт, и сегодня люди могут верить, другие могут еще сомневаться. Но этот факт, он требует отклика веры от каждого из нас. Когда мы говорим, когда мы читаем Слово Божие, когда мы открываем Писание, и сегодня с этого места, с этого места кафедры проповедуется не что иное, как Слово Божие. И у нас здесь Библия, а не какой-то документ или какая-то книга, или важные какие-то факты. Но это Библия, Слово Божие, которое незыблемо, которое верно, живо и истинно. И сегодня мы читаем из книги Библии и об этом факте, об этом величайшем событии воскресения нашего Спасителя и Господа. Господь давал многие верные доказательства, о которых мы прочитали. И брат Василий Михайлович также читал из первой главы Деяния Святых Апостолов. И апостолы, они свидетельствовали, что они не просто где-то слышали, а они видели, они знали. И они имеют доказательства воскресения Сына Божия, Иисуса Христа. Пострадать и воскреснуть. Следующий момент воскресения Иисуса Христа является также удостоверением всем, каждому из живущих здесь населения. Деяния Святых Апостолов, 17 глава, 31 стих читаем. Ибо Он, то есть Господь, назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предупределенного им мужа, подав удостоверение всем воскресенным. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И на память в церкви мы читаем Слово Божие, послание Иуды, единственная глава здесь, 20 и 21 стихи. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Аминь. Пусть Бог благословит вас. В заключение мы будем молиться и помолимся также и наших именинников. Помолимся. Любящий Господь и Бог, мы благодарим Тебя за Твое присутствие и особое благословение в этом служении. Благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, которым Ты питал наши души. Благодарим Тебя за служение наших деток, за то, что Ты так чудно благословляешь наших детей. И они не где-то в каком-то другом месте, но здесь, в Доме Твоем, славят Тебя, воскресшего наш Господь. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты хранишь наших детей. Благослови каждое детское сердечко, кто сегодня прославлял имя Твое. Ты знаешь их жизнь, их родство, их родители. Благослови, помоги, чтобы они с раннего детства и до конца своей жизни Тебе служили. Благослови, Господи, всю нашу церковь, все отрасли служения. Благослови каждого брата и сестру. Благослови, Господи, и особо наших именинников, наших сестер, как сестру Довину, сестру Васильевну, а также брата Максима. И мы благодарны Тебе за то, что Ты сохранил их жизнь до этого момента. И мы просим, чтобы Ты благословил их и впредь. Дорой, Господи, здоровье. Благослови, укрепи духовно. Помоги в жизни искать лица Твоего. Прежде всего, Царство Твое. Благослови, не оставляй без Твоей милости каждого. Ты знаешь их семьи, их переживания. Ты не оставляй и будь с ними. Благослови, Господи, и при расходе нас. Мы благодарны Тебе также и за брата Василия Михайловича, который посетил нас. Благослови, Господи, и на дальшем служении его семью. Благослови тот труд, который он совершает во славу Тебе. Ты благослови и помоги во всем. Укрепи силой свыше. Благослови, Господи, нас, когда мы разойдемся, когда мы скроемся друг от друга, Ты будь с каждым из нас. Помоги нам этот день праздничный прожить по воле Твоей. И на вечерний час, если Ты благоволишь, сохранить жизнь нашу. Помоги прийти в Дом Твой и возвеличить, прославить Тебя. Все это просим по имя Бога нашего Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. С миром Божиим! Бог да благословит и хранит каждого. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok